Суровый климат автолюбителям преподносит свои сюрпризы. Например, обильные снегопады, заморские. Как правило, такие погодные условия становятся причиной аварии. Максимально подстраховать себя просто. Достаточно заранее переобуться. Сейчас в шиномонтажках все активно меняют резину. В данный момент сезон начался раньше, чем обычно. То есть это в данном случае конец октября. С этой недели, это 23 число, уже вовсю идет запись, ажиотаж. Все хотят уже поменять зимой резину. День-два-то еще можно, но желательно уже. Уже утром скользко все равно. Я, в принципе, стал свидетелем многих аварий в том году по поводу того, что у людей не было резины. Был гололед. Сотрудники ГИБДД напоминают автолодельцам поменять летнюю резину на зимнюю. Это в первую очередь поможет значительно сократить количество дорожно-транспортных происшествий на дороге, а значит спасти жизнь и здоровье людей. Период первых заморозков неспроста называют народе днем жестянщика. Ведь именно в это время случается большое число аварий. На этой неделе немало ДТП произошло на скоростной трассе промышленной зоне. По словам очевидцев и водителей, первые ночные заморозки спровоцировали аварии. И это было для них эффектом неожиданности. Раз снег пошел, а народ на летней резине, а на дороге скользкая. Вот причина тому. Куча аварий, ДТП. В большей степени дорожно-транспортные происшествия в начале зимнего периода происходит по вине водителей, которые не переобули свое транспортное средство на зимний вариант шин. Госавтоинспекция призывает водителей выбирать безопасную скорость на трассах. Особенно это касается тех, чьей стаж вождения меньше трех лет. Кроме того, ГИБДД напоминает автомобилистам, что в случае использования зимней резины необходимо разместить знак шипы на автомобиле. За отсутствие данного обозначения на заднем стекле кодексом об административных правонарушениях предусмотрен штраф в размере 500 рублей. Назначение этого знака в том, чтобы информировать водителей сзади, что его тормозной путь значительно короче на скользкой дороге. И всем другим участникам движения нужно выдерживать надлежащую дистанцию. Плюс происходят такие ситуации, что шипы отлетают от колес. Однако, несмотря на это, мнению автовладельцев разделились. Нет, я считаю, что он не нужен. Главное соблюдать правила дорожного движения. Как сказать, машина оборудована, наклеена значком. Правила требуют, чтобы эта наклейка была. Значит, надо. На момент первых заморозков общая статистика дорожно-транспортных происшествий по различным регионам в целом неутешительна. Именно поэтому водителям необходимо быть максимально осторожным на дорогах и к предстоящей зиме быть готовыми. Эльвира Илларионова, Марина Чернышкова, телеканал «Нефтихим».